Нас просто меняют местами, таков закон Санцары. Я так прекрасно провела время. Скажи пока-пока, мои хорошие. Купила краску Лондо 1281. Я просто, не представляете, что у меня в жизни творится. В общем, вот такие два цвета выбрала ей. Вот, привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй. И после продолжительной болезни я начинаю потихонечку выходить в свет, чему безмерно рада. Еду сейчас получать посылочки, уже пришли посылочки в Фаберлик, еще что-то на почте. У меня там, в общем, столько всяких разных интересных дел. Я беру вас сегодня с собой, потом покажу, что же мне пришло. Я целую неделю не была на почте, представляете? Я целую неделю не делала никаких серьезных дел. Неделя. Мне кажется, вся жизнь прошла. У меня, между прочим, еще до сих пор немножечко продолжает болеть ухо. Вообще, когда ухо... А, что у меня было в итоге? Это мы уже сами себе. Еще у врача, на самом деле, не была. Это я сама себе поставила диагноз. Это отит. И так как у моей мамы все то же самое, но у нее быстрее развивалось, и вот буквально на пару дней, наверное, она раньше меня начала болеть, а у нас все симптомы одинаковые. Она сходила к врачу, ей прописали, и, в общем, я все-все то, что она, и себе принимала. И остановила, значит, отит второго уха. Вот, поэтому у меня все остановилось на одном ухе. Честно говоря, когда я была маленькой и болела, у меня болели уши, мама рассказывает, но я этого не помню. За всю свою сознательную жизнь это у меня впервые. И, честно говоря, болезнь не из приятных. Более того, она очень долгоиграющая, то есть уже практически пропила антибиотики. Тогда, когда, например, при гайморите все очень быстро действует, тут прям думаешь вообще, помогает, не помогает, не поймешь, в общем-то. Но я уже понимаю, что мне становится легче уже теперь более явно спустя шесть дней. Вот, и, конечно, я, честно говоря, сейчас расчесывала свои волосы, и чувствую, что у меня половина, вот левая полушария, прям вообще не чувствую, как будто мне вкололи анестезию в голову. В общем, пока потихоньку выздоравливаем, но я уже не могу сидеть дома, поэтому... Пойдемте! Безумно кайфую от своего татуажа губ. Смотрите, вот сейчас я накрасила просто блеском прозрачным, для того, чтобы увлажнить губки. Видите, какой красивый цвет, натуральный, как будто вот мои губы. Я вообще теперь просыпаюсь вообще счастливая. Я как накрашенная. Я еще вот тут экспериментирую с разными тинтами сейчас для глаз. Хочу найти что-то такое, чтобы, знаете, вот нанес один раз. Я вообще уже представляю себе, была бы такая какая-нибудь маска, одеваешь ее вот так вот, носишь, потом снимаешь, и ты накрашенная там несколько дней, умываешься, все, но эффект какой-то накрашенный такой. Вообще было бы классно, чтобы это было на неделю, на две, но если на несколько дней, тоже хорошо. Короче, экспериментирую с тинтами разными. Вот у меня сейчас тут еще остался эффект легкий. Ну, а вообще губы и брови, это одна из важных вещей, и я счастлива, что у меня есть супер-мега-мастер, которому я могу доверить свое лицо, и который делает красоту. Кстати, я вышла на улицу и ни разу не включила камеру свою. Я извиняюсь, но вот я вам могу сейчас... Не включила, потому что, ну, в принципе, нечего было показывать. Сейчас я вам покажу чемодан, который я приобрела. В Инстаграме сделала пост, ну, три чемодана, которые мне понравились, и типа на выбор. И типа кто угадает, какой чемодан я выбрала себе, для себя, тот получит от меня лайк. Вот так вот. Ну, чемоданы крутые, классные, но я давно хотела себе вот этот цвет, который вам попозже покажу. Давай Фаберлик девчонкам покажем, что я заказала. Ух ты, целый пакет Фаберлик, смотри, сколько всего. Так, давай начнем с крема. Это я заказала маме дневной крем, ей очень нравится эта серия, я ей заказываю такой крем, и еще заказываю для шеи декольте тоже, вот этот платином. Очень классный, там такой дозатор, нажимаешь вот так вот, знаете, как это. Так, что ты там уже открываешь? Так, маме, короче, надо отдать крем, она уже давно ждет его, Даня что-то открывает. Помады две взяла. Так, что ты там уже открываешь? Что это? Это универсальный жидкий спрей, пятнобыводитель. Решила взять такой жиденький, попробовать, потому что бывают пятна разные, которые нужно выводить. Кстати, еще взяла антистатик. Один антистатик у меня такой маленький, его можно с собой брать, потому что бывают летние платьишки, тем более у меня есть новые летние платья, которые нужно будет антистатиком сбрызгивать. Один, короче, без запаха, а другой с легким ароматом. Так, взяла маме помады, так как ей очень понравились одни мои помады, я и выбрала Фаберлик увлажняющие. Вот они, две помады. Сейчас покажу цвета. В общем, вот такие два цвета выбрала ей. Вот они, сводчи. Слева это, который первый. Вот, а справа это, который второй, вот этот. Ну, красивые цвета, мне кажется, вот этот вот справа, который вообще идеально подойдет. И это номера какие? 45,73 увлажняющий с прозрачной вот такой крышечкой. И второй абсолютно черный. Это 45, ой, 45,89, ой, 45,98. Ну, потом и мамы увидите в видосиках, думаю, и понравится. На, держи, сложи их теперь аккуратно. Вот это с прозрачной, да, а вот это с черной. Смотри, какие сводчики. Какой тебе больше нравится? Мне кажется, это один из них. Они мне оба нравятся. Да, и вот этот яркий. Он кажется здесь ярким, а, кстати, так не очень яркий. Мне кажется, это оба мои цвета. Мои цвета. Забирай нас. В зависимости от того, какая она. И это тоже вам, мадам. Ой, какая прелесть. Пользуйтесь. Дайте зацелую. Потом зацелуешь. И еще взяла в Фаберлик кондиционер для детского белья. Я уже говорила, что я и порошки, и кондиционеры беру чисто для ребенка. И пользуемся мы им всем, чтобы не заморачиваться. Отдельно для ребенка, отдельно для себя. И вот такое еще моющее средство. По-моему, я еще такое не брала. Для посуды детских принадлежностей. Но я хочу попробовать им мыть все. Без красителей, всякое такое. В общем, потом расскажу, как попробую. И еще как-то мне нужно было постирать кое-какие вещи, которые нужно было засунуть в мешочек. Я увидела, что в Фаберлик продаются вот такие мешочки. Специально для стирки. Вот такой вот мешочек. Сеточка. Он со змейкой. Достаточно вместительный. Вот она, змейка здесь проходит. И вот, например, что-то взял, что не должно тарахтеть по всей машинке, например. Бережная стирка какая-то. Сложил и постирал. Короче, я рада. Ну, такие покупочки в Фаберлик. Вот он вот так вот нажимается. Мама вот показывает крем, который вот. Он очень красиво выглядит, презентабельно. И вот здесь вот такой дозатор, как я вам говорила. Ну, нажимаешь, и крем дозированно выходит. А закрой крышечкой. Вообще, на подарок отлично, мне кажется. Очень красиво, да? Коробочка красивая. Ну да, прям подарить кому-то вообще супер. Ну, тебе нравится крем этот? Да. Ты уже третий раз заказываешь его. Ну, он мне закончился уже. Держи. Вот, кстати, мой новый чемоданчик. Та-дам! Такой вот розовый, красивый, яркий. Думала, я взяла чуть-чуть поменьше, но он совсем чуть-чуть поменьше моего. Здесь у меня съемные ножки. Нажимаются на... Вот, нажимаются на кнопочку, можно ножки снять. Ну, замочек тут со всяким кодом где-то. Вот он, кодированный замочек. Ну, короче, мне из-за цвета понравился. Очень цвет классный. Вот такой вот. Вот такой вот. Чемодан. Кто здесь? Эй-эй! К мальчику пришел с садика. Кстати, я смотрю сейчас видео, читала комментарии. Там все говорят, какой Дэнни, молодец! Он звездочку уронил, и пока мама не видит, поставил на место. Все восхищаются тобой. Какой ты умный. Давай раздеваться. А ты поздоровался со всеми? Баба! Как ты в садике там? Баба! Баба! Давай раздеваться. А куда пошел? А куда пошел? Дэнни, вот все там тебе делали комплименты, что ты молодец, и что ты звездочку на место поставил. Ну, ты сейчас будешь не такой же, чем ты. Чему тебя учили сегодня? Да, мама сегодня молодец, то бишь я. Не моя мама, моя мама всегда молодец, а я редко молодец. Я сделала блинчики вот такие. Встала и за 10 минут прям сделала. Данечка, будешь блинчику? Блинчики помыть сначала надо. Так, бабушка, бабушка, дай. Дэнь, пошли ручки помой, тогда вкусняшки будут. Пошли мыть руки. Ручки, ручки, ручки. Сейчас немножко помоем, и все. А мама блинчик даст потом. Мама, тебе блинчик. Я вот дам тебе сейчас. Дэнь, покажи конфетку, какую ты любишь кушать. И конфетка. Аккуратно, планшет тяжелый. Бабушка на подмогу скачет. А то как же. Давай, за столик садись. Пошел. Иди за столик. Скорее залазь, ложись. А одеялко где? И одеялко, и укрывай все. Это одеялко нам подарили. Одна из подписчиц нашим, представляешь? Дэнька любит это одеяло, невозможно, он всегда им укрывается. И маму укрывай, да? Маме, для мамы не жалко одеялко? Для мамы не жалко. Дурилыч маленький. Так, мы играем вот так. Ку-ку. 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 Говори ку-ку. Давай. Ку-ку. Дурилка маленький мой. Я вот так ложусь все время на диванчик. И тут местечко остается. И он бежит ко мне. Берется это одеялко. И ложится вот так вот со мной. Мы лежим, смотрим мультики. Вот так прям. Ну вот сейчас взяли камеру, и он убежал, конечно же. Мама! Ты купайся. Прикройся. Ты купайся, бабушка. Он уже берет ковшик и на себя воду льет. Ну не на голову только. Ты все, вылазишь что ли? А посидеть там? Такой сладкий, такой сладкий Ольчика ж невозможно. Да мы уже раскупались. Ну все, вылазьте. Вылазьте. На голову сейчас. И на голову. Вот так еще. Конфетка. Это маленькая левалечка. Вот она маленькая левалечка. Баба. Вот она маленькая левалечка у нас. Вот она такая пупсик. Пупсеныш. Ешечка такая милая залька. Купсеныш, козел. Купсеныш. Такой. Такие детки, лапочки вообще. Ой, скажи, бабушка, она меня поливала в воду, потом я сам на себя поливала. Мышечки. Ножечки. Ля-лечка моя, ля-лечка такая, ля-ля. Хе-хе-хе. Моя зойка. Мальчик сушится, бабушка тут у нас. Как в салоне прям. Такой закон санцеры, мы будем петь с голосами своих детей. И голосами их детей. Нас просто меняют местами. Такой закон санцеры. Круговорот вещей. У меня очень хорошее настроение. Но вчера я, честно говоря, даже не смогла дотянуться до камеры, чтобы вам сказать, как мне плохо. Я почему-то лежала, мне было очень плохо, прям вообще плохо. И я такая думаю, ну, а чё я всё время радуюсь такая на камеру, всё время радостная. Ну, покажу, что вот иногда мне бывает вот так сильно плохо. Почему плохо? Потому что я не понимаю, что со мной, с организмом. Я вроде уже 7 дней пропила антибиотики. У меня до сих пор болит ухо. Но утром всё терпимо. И, в принципе, есть силы и снимать, и всё. Но под вечер часов 7-8-9 я просто лежу, как будто, знаете, вот только заболел человек. У него там температура 37,5. Но у меня нет температуры. И просто вот ты ложишься, и тебе хочется вот так вот прям сколачиться. И вот ухо, оно... Нет острых каких-то болей, хотя бывает нет-нет, простреливает. Но вот это вот такая ноющая боль, как будто зуб где-то. Я маме говорю, у меня зуб как будто где-то вот тут болит, ноет. Вот. Ну и сегодня, естественно, я записалась к врачу к своей любимой, которая мне гайморит тогда вылечила, быстро очень. В общем, пойду к ней, пусть посмотрят. Я уже переживаю, что такое. У меня просто уши сто лет не болели, поэтому я не знаю, как они должны болеть, как долго они заживат. Может, намного дольше, чем просто гайморит. Вот. Сегодня планирую снимать видосики, ну, короче, я просто сейчас выпью кофе, и пока хорошее настроение, я танцую. А ещё это всё время реклама. Будем петь голосами своих детей, и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговорот вещей. Я вам как раз в одном из видео рассказывала про сансару, ну, точнее, просто про карму. Именно вот этот круговорот вещей. Нас просто меняют местами. Видите, Баста тоже знает об этом что-то, о сансаре. Нас просто меняют местами. Круговорот вещей. А по сути, ну, да, мы можем петь голосами своих детей. И вообще считается вообще в буддийском взгляде, что каждый человек был когда-то нашим родителем. Каждый. Даже не только человек и животные. Каждое существо хотя бы один раз была нашей матерью. Вот такой буддийский взгляд. Сходила к врачу. Слушайте, люблю я своего врача. Реально. Пришла. Всё, что маме на врач прописала, маме, моя врач говорит, этого вообще ничего. В принципе, можно было ей не назначать. Достаточно одних антибиотиков было. И всё. Капли, которые капали от оффа, они очень красят ухо. Она говорит, я сейчас ничего не вижу, потому что там всё просто непонятного цвета. И, в общем, трудно оценить ситуацию. Как бы мучить она меня не стала чистить, потому что я такая вся... Она говорит, ну, через время. Ну, положительная динамика есть, просто с ухом всё сложней, нежели с какими-то другими вещами. В общем, продлила мне антибиотики. И говорит, можно в нос уже тизин не капать. Ничего, короче, не капать, только промывать. Кашель сам пройдёт от кашля, ничего не нужно пить. Синупрэд тоже не надо. И, в общем, ничего не надо, кроме антибиотиков. Вот. И думаю, вот если бы я к ней сразу пошла, сколько бы денег мы сэкономили. Сейчас я допью антибиотики, и потом к ней повторно пойду. Уже не буду так халатно относиться к тому, чтобы не идти повторно. Чувствую себя хорошо и классно, да? Но надо будет сходить, посмотреть, потому что заложенность ушей ещё будет долго продолжаться. Короче, вот это мы попали с мамой. Сейчас пойду обрадую её, что можно ничего уже не пить больше и не принимать, а ей повторно к врачу пойти. Ух ты, Денька, а что это у тебя пузо такое пузотое, пузотое, пузотое? Я такого пузо, пузотое, пузотое. Он напихал игрушек. А ты вот здесь вот так, тебе смотри, кармашек, опа. И всё посыпалось. Вот так вот. Ух ты! Ух ты! Денни, у тебя есть пузико, смотри, сколько всего вывалилось. Вот такое занятие, такая игруненька у нас появилась. Просто складываем за пазуху себе вот наши присосочки. И как старательно он это делает. Ой! Мы все будем присосочки туда запихивать, День? Ой, как много! Доброе утро, мои крошки! Не знаю, какой сегодня день уже. И вообще, сколько я там наснимала влога, не наснимала. В общем, беру просто камеру, включаю. Потому что сегодня такой день, когда я устала сидеть дома. Да, я не устала работать. Ну, как бы это тоже, но ещё и дома устала сидеть. И я выхожу. В очередной раз выхожу. Потому что преобладающие большинство моих дней в последнее время я сижу дома. Я глухая на одно ухо. Ну, ладно, не суть. В общем, сегодня хочу выйти из дома. Я проделала огромную работу за последнее время. И, в общем-то, нашла то, что хотела спустя там 2-3 недели. Это то, что я конкретно искала. А то, что мысли мои генерировались, это было ещё дольше. Но в конце концов всё. Я нашла обучающие курсы. В конце концов, наконец-таки. И вот теперь, можно сказать, такая финишная прямая идёт. Я молодец. Кто ищет, тот найдёт, называется. Сегодня я хочу сходить в свой буддийский центр в Ростове, помедитировать с друзьями. Купить ещё хочу книг буддийских. Кстати, некоторые, по моему совету, читают книгу, каким всё является. Это «Основа основ современного буддизма». «Лама Оли Нидал». Книга, которая мне нравится. Это непосредственно мой учитель. Первая книга, которую я прочитала. В общем, жду отзывов, как она будет тем, кто её начал читать. Ещё я сегодня не нашла другой шапки, только эта шапка. Ну, в общем-то, она ничего. Сюда подходит, да, мама? Пальтишко одела 300 лет, которое уже висит у меня. Я его не одеваю. Не знаю, почему. В общем, решила одеть. Решила одеть ботфортики. Внизу у меня там серая платьица. Офигенная. Просто в магазине у меня ещё продаются такие платья. И шарфик, который я покупала себе в Индии, когда была шапочка топ-топ. Вот решила сегодня вам сказать, из чего выглядит мой лук. Мама, а покажи меня, пожалуйста. Та-дам! Такая вот. Мне кажется, что это пальто меня стройнет. Так вам кажется? В общем, выходим гулять. Не знаю, присоединиться к нам Кристина или нет. Я ей позвонила. Она там вся в делах, вся занята. Буду одна пока. С вами. А ещё знаете, что самое обидное, когда ты на одно ухо не слышишь? Я же и петь не могу. Я сейчас свои сторисы записываю в Инстаграм. Вот в машине люблю ехать и петь. И как-то я сама себя не слышу. Как-то очень некомфортно. И мне сразу хочется петь. Вот всегда, когда я болею, нельзя выходить, мне сразу хочется куда-то выйти. Когда у меня нет голоса, болит горло, я кашляю. Как бы ухо. Мне хочется петь. И так хочется, что аж обидно внутри, в душе. Так обидно. Зашла в секонд-хенд сейчас. Да, кстати, там отдельно. Я в отдельное заходила в секонд-хенд. Там было всё по 300 рублей килограмм. Я успела урвать. Ну, короче, это я расскажу. И сейчас зашла... Здесь ещё не такая сильная распродажа. Очень много выбора. Короче, у нас будет секонд-хенд. Вот мега-трендовый. Приехала в торговый центр Горизонт. Кристинка ещё делает дела. Что-то мне такое никак раздеваться. Вот когда вот ухо даже одно не слышит, кажется, что ты как бы болеешь. И поэтому еле шапку сняла. Шарф не хочется снимать. В общем, иду за краской и параллельно смотрю обувь. Хочу себе кое-одну обувь приобрести. В общем, думаю. Надо, чтобы она была крутиенская. Так, приразделась немножечко. Купила краску Лондо 1281. Будем краситься. Мне ещё девочка одна из них подписчица. Прям долго-долго рекламировала её. Но я всё равно на шестёрке буду красить. В общем, там есть система. Надо пробовать. Ну, попробую, ладно. И ещё я взяла краску для ресниц и бровей. Но красить я ей буду только ресницы, потому что я взяла чёрный цвет. У меня, кстати, сейчас нижние реснички вообще накраслены. У меня моя Элиночка, которая татуаж делает губ мне и бровей. Она говорит, очень крутая краска есть. Шварцкоп. Стоит 1350. Я не знала. Но я взяла её. Она меня даже научила, как саму себе ресницы красить. В общем, я думаю, это будет отдельное видео, когда эти подсмотрятся. Она говорит, что она хорошо держится и она очень классно берётся. И прям такой чёрный-чёрный цвет. Я вам тоже потом покажу. Отдельное видео сниму и мы вместе с вами будем красить себе ресницы. Я буду это делать впервые. Посмотрим, чё плавится. Так, взошла в свой любимый гайд-парк. Буду сейчас кушать и пить какао. Ещё я взошла в Контанта. нашу Контанта. Контанта. Взяла, короче, кофе 100 грамм Сальвадор Дали. Они его, этот рецепт, мешают сами. Очень вкусно, прям как я бы хотела. Свежий такой, лёгкий. Можно в ней это, куриные котлетки из картофеля? Они, смотрите, готовятся 20-25 минут кулина. А вот эти тоже? Краповые. Ну, может, минуты на две длины, я не знаю. Тогда давайте куриные выждайте. Булочку белую, как можно? Булочку, да, белую можно. Салатный блэк? Приятного. Так, короче, кофе взяла офигенный и сделала помол, который мне посоветовала девочка, моя подписчица, которая живёт в Америке. Если смотришь, привет. Сделала, короче, помол, она порекомендовала 5-7, ты, по-моему, говорила. А она сказала, да, где-то вот 5-6 сделать, потому что, если сильно крупные, не будут успевать. В общем, мы будем это делать с вами дома, через воронку, как я вам показывала, покупки Алиэкспресса. Помните, будем делать. И взяла у них же фильтры специальные для таких воронок, ручные. Они должны больше пропускать воду, короче, пропускаемость у них должна выше быть. Но я дома попробую и с таким сделать фильтром, и с таким обычным, как из-под машинки. Кофемашина, не имеется в виду. И ещё хотела сказать, что чайника у меня с тоненьким носиком нет, поэтому будем делать с обычным чайником. Сейчас я заказала какао. Кстати, попробую сейчас здесь какао, оно везде настолько разное. И если меня плохо слышно, то, знаете, я на одно ухо не слышу, мне очень сложно оценить, насколько громко я расту. Вот жизнь блогера, прежде чем поесть, нужно всё снять, всё показать. Ну, лично мне. Не все это делают, но мне вот хочется прям. И в инстаграм я должна снять, там всё красивенько. ой, кто это? Малышка. Вот теперь у нас ребёнок в кадре. Короче, я говорю о том, что я в Гэдпарке всё время останавливаюсь, всегда ем, когда я хочу поесть, вкусно и не разочароваться, потому что здесь всегда очень вкусно готовят. Я всё уже здесь перепробовала, всегда вкусно и в общем вот. Очень вкусно. Привет! Стесняется, не хочет знакомиться с нами. Смотрите, видите, вот это мой мальчик, вот он сейчас. Вот он, вот он сидит с воспитательницей и что-то там рисует, пацанчик. Вот так я за ним поглядываю. Ну что мои крошки? Каждая? Я просто... Знакомая, я просто... Да я просто... Не представляю, что у меня в жизни творится. Короче, вот в такие моменты говорят, она не уважает Кристину. Какие-то слышали, что про нас пишут? Что я... Подожди, знаешь, чудо-ответочку? Они говорят, пока у меня нет музыки, они просто так говорят. Мне говорят, что я очень плохо веду себя с Кристиной, что я ни хрена ее не уважаю, не люблю. И как она со мной дружит. Мне тоже самое пишут про тебя, потому что я тебя... Ну, ты понимаешь? А сегодня в Инстаграм в директ мне девочка написала и извинилась вообще за свои слова и говорит, я просто завидую вашей дружбе. А можно к вам что-то просто рассказала у людей разные вкусы? Да. Ну, вот когда я что-нибудь тебе говорю, ты обижаешься на меня? Всегда. И я всегда. И вот на этом мы и сошлись, понимаете? Нам это надо. Все. Значит, вопрос дружбы закрыт. Теперь. Вчера я была в центре, я вам говорила, что собираюсь в юрийский центр, попала туда и в итоге так кайфов, провела время, что вернулась домой поздно. Ну, не поздно, не, нормально я домой вернулась. Нормально. Девять часов. Я не помню. Я была просто настолько рада всех видеть, что вернулась домой. И сегодня я опять здесь и сегодня нам будут играть. В общем, мы находимся в таком месте, Тинк Бар. У нас на столе, где крутой пив, когда я... Викинский. Викинский. Крафтовая пива, пиво-фруктовая, сидра, очень много всякого. Какие-то фирменные, крафтовые. А что мы таражим? Вы меня спрашиваете? Спросите, вот там мужчина лысый такой, с бородкой стоит. Нет, ты говорила, тут очень крутые, фирменные, короче, какие-то. Да, очень крутое, фирменное, вкусное пиво. Короче, мы пришли сюда, потому что здесь будет играть молодой человек, будет играть на гитаре. И вот мы с всеми друзьями прям вот собрались, за два стола сели, взяли себе пиво и будем наслаждаться музыкой, короче, и общением друг друга. Кристина все выбирает, не может определиться, какое пиво я люблю, когда за меня решают. Возьми такое же, как я, но в половине границ. Вы не знаете, что у меня происходит в жизни. То есть, тебе нужно чуть-чуть подборься. В жизни так плохо, что нужно... Ты же меня обижаешь, просто... Еще скажи, что я виновата в том, что ты... Да мне тоже самое обижаешь, правда. Потому что ты... Что? И заплакала. Что? Что? Ты меня заставляешь ближе к камере, тем самым у меня увеличивается нос. Что? Я такая, еще скажу, что я виновата? Именно. Именно. И показывает. Хочет на моем фоне быть одуванчиком. А сама посмотрите, в каком состоянии. я не уверена и в себе человек. И только благодаря Кристине я нормально выхожу в прим. Короче, я ее все время напою. Я пошла. За водкой. За дозой. Ю-ху! Кристина, давай кулачок. Сейчас обидится на всех. Ну что, сейчас настраиваем гитару. Будет музыка у нас. Всем привет. Привет. Спасибо, что пришли. Меня зовут Билли Неподоба. Я так с худшей, что я другую играю на гитаре. И мне уже легче продолжать это делать, подумать правильно или то, что я ее занят. Музыка. Смеются с меня? Да, все. Я здесь концерт пропустила. Кто смеется? Я знаю. Музыка очень хорошая. ПЕСНЯ Такой жёлтенький свет здесь Ой, крошки, я так прекрасно провела время Я не знаю, я, честно говоря, в таком расслабленном состоянии Я как раз готовлюсь, нашла один курс очень интересный, который хочу пройти И там как раз-таки был совет такой, что перед тем, как начать активно поглощать знания Новые какие-то, да, и вообще начать большую работу Нужно прям два дня отдохнуть как следует Вообще, это такой, как это, метод бревна Типа ты лежишь, ничего не делаешь Или там можно поехать на природу, провести время с детьми Или вот, ну, телефон отложить на время Вот такое вот И я вот как-то, ну, у меня прям цели не было такое, да Но думаю, хорошо бы, да, перед этим курсом Потому что это может сейчас занять очень много энергии моей И физической, и моральной, и плюс еще блогерство И плюс еще я шью, и вот много всего такое, да, концентрации всякой разной И я думаю, надо вот отдохнуть И получается так, что пятница, пятница и суббота Такие у меня вообще очень расслабленные получились И я вот пошла прям в центр и прям помедитировала Активно два дня этих и с друзьями пообщалась И как-то все вот так, вот так расслаблено И сейчас вот этот вечер, гитара Прям я улетела, честно говоря, вообще такой кайф Я реально вот очень сейчас расслаблена Сейчас приду домой, обычно я включаю опять интернет Что-нибудь там нахожу Но у меня на завтра есть видео для вас И, то есть, я не буду подходить к компьютеру Я сейчас, может быть, сделаю чайку себе Поболтаю немножко с мамой И пойду спать, потому что время уже половина двенадцатого Я еще парковочное место умудрилась найти в такое время Обычно просто, когда в такое время приезжаешь Пару раз я приезжала, я не могла найти место А так-то я все время рано приезжаю Места всегда есть Вот Короче, кайф Завтра тоже у меня большой день И съемки завтра должны быть И кройка и шидье Завтра мы будем скроить, строить штаны Выкройку Брюки уже И квартиру надо мне еще показать Вот Ну, а понедельник начнутся съемки Малого в садик Значит, съемки, монтаж И новые знания поглощать Все, мои хорошие, я вас люблю Я кайфую, мне хорошо, я наслаждаюсь И я всем желаю Тоже такой кайф ловить в общем жизни Кстати, еще посылочка пришла мне От подписчицы Скоро будет видео, уже две посылки Огромные Привет, мои хорошие День следующий Сегодня я в фактуре Мы отстроили сегодня первую половинку брюк Сейчас у нас чай тайм Кофи тайм Чай, 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 чай тайм Как это? Японский или китайский звучит В общем, сейчас мы будем кушать И строить заднюю половинку День прекрасный Несмотря Я уже начинаю привыкать к тому, что я не слышу на одно ухо Уже это нормой считается Но надеюсь, это все скоро закончится И я смогу петь Как минимум Вот, кстати, моя передняя половинка брюк Я ее взяла Сейчас И все вот-вот работают Сейчас пойду чай пить Люблю Лолиту Мне она нравится своей непосредственностью И без комплексов Женщина Огонь Так Сейчас мы построили, кстати, брюки Я еще дошиваю платье свое Какое-то оно у меня сложное вышло Я там легких путей не ищу Но меня сбило, конечно, то, что я заболела И я пропустила Пропустила, можно сказать, целое занятие За это занятие Много чего можно было сделать Болезнь такая Всем здоровья желаю Всегда, когда я болею Я всем желаю здоровья Потому что болеть плохо Так, сейчас я, короче, устала чувствую И что-то ничего не хочу В 6 часов, в 6 часов Общая медитация Буддийский центр рядом В центре Сейчас поеду к друзьям С Крестинкой поболтаю С друзьями помедитирую И думаю Скажи привет Скажи привет Привет всем Скажи привет Привет Не пока, а привет Хотя, может, и пока Мы уже спать сейчас собираемся Мама так соскучилась За эти 2 дня за тобой Ты тусовала, ходила А Денечка с бабушкой Челый день, да? А мамка приходит И Денька на маму нападает Сразу человодит Ее сразу обнимает Ее так любит, так любит Так скучал Да? Денька, что ты пальцы в рот Берешь? Ну зачем? Ой, ты обезьянка такая Такая музыка Конечно, скажи А вот обезьяны Маша, а в год обезьяны? Я должен быть обезьянкой Ой, какой мальчик Зайчик Пока, губки Тап-тап Тап-тап Че мой сладкий Обезьянка Все, спать Че мой хороший Спать Не спай Нет, все, я могу спать Меня не беспокоит Тебе свет не мешает Денька, свет не мешает Ты там спишь? Нет, скажи Ты скажи нам, ты спать Ку-ку 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 Денька, если ты спать Мы тебя не будем беспокоить Это носик Морец Дурочка моя маленькая Только моя дурочка маленькая Пока Молодец Пока-пока Скажи мои хорошие Мои хорошие Скажи пока-пока, мои хорошие Крошки мои Сейчас зашла на ютуб И посмотрела У меня сейчас вечер Уже 21 тысяча просмотров На видео Реакция на мои первые видео Моя реакция на мои же первые видео Кто смотрел 250 комментариев В общем я все просмотрела Все почитала, поставила лайки Кому-то ответила, у кого были вопросы Но так приятно было читать Слушайте Вообще один позитив И честно говоря Вот у меня были закрыты комментарии Я себя чего лишала Я лишала ваших приятных вообще Мыслей Лишала себя ваших приятных мыслей Обо мне Но на самом деле Мне очень было приятно читать эти комментарии Прям Я где-то улыбалась Где-то прослезилась Я рада, что вам все нравится Что я делаю Что Что кому-то это помогает Вдохновляет У кого-то меняется жизнь К лучшему Вот Спасибо вам, что вы у меня есть Такие крутые Сейчас буду ложиться спать Таким очень-очень хорошим настроением Вам спасибо Люблю вас Спокойной ночи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok